Ола, амигос! С вами Best Replay с сайта goodgame.ru и ваш покорный слуга Баневур. Как обычно, комментируем для вас Warcraft. Самые сочные, смачные и яркие демки. Ну и, как обычно, не менее обычно, мы поблагодарим своих зрителей за финансовую поддержку, которую они оказали в нашей рубрике. Именно благодаря вашей финансовой поддержке, друзья, выпуски выходят в два раза чаще. И 26 серию поддержали. Амедео Авогадро на 100 рублей с пометкой «Ты слишком сексуален». Согласен, надо становиться страшнее. Радос 200 рублей. Давай больше выпусков. Стараемся и даем. Именно благодаря вам. Аннигилятор 200 рублей привел. Бонич, привет. Подкину немного на развитие замечательной рубрики «Кошки привет» от «Кошки лови ответный». Сережа на 30-ку поддержал «Тастинго». Больше Warcraft'а с Одеско написал. Андетт в молодости. 300 рублей. Молодой Андетт, братану, от души встает с колен в С3 ТФТ. Буду теперь на тебя выделять часть денег с доходов своего ресурса. Большое спасибо. Будем поднимать Warcraft с колен. И дальше. Касс. 4 семерочки. 142 рубля. Мама, я в телевизоре. Да, мама может тобой гордиться. Энтони. 500 рублей перевел и ничего не добавил. Такой молчаливый получился у нас меценат. Феникс. 2205. 50 рублей. 25 выпуск. Бит. Ну, наверное, Бест он имел в виду. Спасибо большое. И Амир Тантаков. 26 рублей. В честь будущего 26-го выпуска. Бест реплей с мелодию, под которую читают донатеров. Просто огонь. Заг-заг. Спасибо, Бонич. Спасибо, Амир. Надеюсь, что к тысячному выпуску мы тебя разорим. Если ты будешь перечислять каждый раз сумму, равную серии выпуска. Ладно, ребят. Всем большое спасибо за поддержку. И еще раз напоминаю, что именно благодаря вам мы делаем рубрику в два раза более плотной по графику выхода. Ну, а сейчас приступаем непосредственно к демке. В 26-м выпуске на карте Тиринас сошлись два игрока за Хуманов. И уж теперь точно победят представители человеческой цивилизации, как и желал один из зрителей в комментариях предыдущей серии, который жаловался на то, что во всех демках Хуманы проигрывают. Вот теперь, радуйся, наш друг. Ты точно будешь лицезреть победу Альянса. Итак, за красную сторону играет некто Амбал. Ну, на самом деле, человек, известный на сайте goodgame.ru. Довольно онманерный джентльмен, но при этом неплохо шпилища Warcraft. Да, иногда такое сочетается. И Лина Инверс с АПМ-125, тоже игрок за Альянс. Тоже где-то слышал я этот никнейм, но все это, конечно, такие около-богемные игроки, так называемые Хасу, которые в элиту никогда не врывались. И могут, наверное, отобрать одну-две карты у профессионала, если им повезет. Но никогда ничего серьезного в турнирах с участием игроков высокого уровня добиться, естественно, не могут. Тем не менее, эта игра попала в наш золотой фонд, а значит, что в ней наверняка сложится довольно нестандартная ситуация. Ну а пока, пока все довольно тривиально и довольно обыденно. Архимаг заказан Амбалом. Кого заказывает Лина, тоже дедушку на коне. Третья ферма у Хумана снизу. Это может, ну точно не будет FastGrey, да, но это может быть, кстати говоря, Expand Fast. В любом случае идет разведка, и, видимо, Амбал забыл, что направил уже Пизанта в дозоры. Отправил за ним еще и Футмена. То есть, наоборот, Пизанта за Футменом. Короче, двойной скаут осуществляет Амбал, но, наверное, это по недогляду. Хотя, может быть, Пизант как раз, вот они проверяют. А, он будет выкупать! Вот в чем это, вот в чем состоит план. Да, один отманивает, второй выкупает и перекупает Тролля. Ну, кстати, Тролля-то как раз перекупает Элина. Он все это здорово предвидел. И перекупает жреца лесных троллей. Зачем он нужен в армии Хумана? Ведь у него и у Хумана и так есть массовый хил в магазине. Массовый хил массовым хилом, но, например, лечить одного юнита массовым свитком, это несколько не ликвидно, не рентабельно. Поэтому жрец, конечно, помогает именно к такому точечному отхилу. Плюс в столкновениях, в боевых стычках жрецы лесных троллей прекрасно диспелят элементарий соперника. В общем, здесь, короче говоря, покупка вполне оправдана. Берет Лина ментов и направляется крипить лагерь наемников. Я думаю, что здесь будет фаст криппинг до третьего АЭМа с обеих сторон и взаимных АРАС. Именно поэтому, видите, четвертая ферма, грейда еще нет у Амбала. В общем, оттягивает он грейд, потому что перекупал жреца лесных троллей, и ресурсов на быстрый грейд на Тир-2 ему не хватает. Я сегодня буду предельно внимательным, ввиду особо острой критики в мой адрес на эту тему. Но сейчас немножко успокоиться, потому что здесь Амбал крипджека. Это Лина убивает одного милицы Онера. Жреца лесных троллей Лина сразу сейвит. И, по-моему, ну тут трудно сказать, кому достается девайс. Он достается, во-первых, еще окружает, но вовремя пользуется плащом теней. Просветочка и снова тык в коня. Очень жестко достается здесь Архимагу Лины, но он нажимает ТП, и предмет уносит с собой. Нет, предмет достается тоже Амбалу. Это когти, судя по всему, с этой точки. Да, объясняю, почему иногда не удается точно воспроизвести события для особо одаренных, которые к 26 выпуску еще не поняли, что картой ввожу не я во время демки и обсервер не я. Я просто комментирую то, что натыкал и накликал для меня аспирант. Именно поэтому некоторые моменты остаются для меня неизвестными, и я не могу их перепроверить, поскольку не владею, не владею, соответственно, контролем над реплеем. Так что хватит уже ныть про то, что Бонниур невнимателен и не может тыкнуть на какого-нибудь героя, чтобы что-то выяснить. Я смотрю только на то, как тыкает аспирант. Надеюсь, больше таких жалоб и нытья от вас не будет. В общем, Амбал прекрасно закрепт Джекл. Получил когти с вражеской точки. Не знаю точно, кто. А, ну и забрал, естественно, он забрал большого, соответственно, Бамбра, поскольку у него уже третий левел Архимаг, а у Лина Архимаг только сейчас дошел до левел Драй и достается ему флейта меткости. В принципе, неплохо, учитывая, что Хумана использует троллей и элемов, которые получают плюс к атаке. Амбал начинает Харас с третьим Архимагом, а Лина собирается поставить стелс экспанд. В это время терпит потихонечку на мейне. У него саплай блок. 34 саплай на 24 фермы. Ну, возвращается с третьим Архимагом и отгоняет. Супостата здесь еще очень полезно делать грейд футменам на дефенс, поскольку вторые элемы очень живо разбирают худосочных пехотинцев. Ох, нет, добьет Архимаг. Хорошо подконтролил Лина. АПМ 125, но вроде контролит он неплохо. Что касается того, как он потерял главного Бамбра и упустил предмет, тут выигрывает не тот, кто лучше контролит, а тот, у кого лучше Пинг. Соответственно, Пинг, видимо, был ниже у Амбала, и он первым схватил выпавший из моба дроп. Так вот, алеймов отдавать не стоит, поскольку за них давит довольно жирный кусок экспы. Ну и самое главное, что экспант у Лины начинает потихонечку строиться. Хотя, судя по всему, начал он с башни. Вот туда бегут рабочие и будут сейчас закладывать нычку. Ну, в общем, ситуация равная. Немножечко поотменял ферм сопернику Амбал. Да, а, экспант уже достраивается. Делает персональный телепорт. Он, видимо, просветил ранее строящийся экспант. Приходит архимагом похарасить, но поздно. Нычка уже заложена. И сейчас, да, у Лины непростой выбор. Ему нужно, он бежал харасить хумана, проверить его на наличие экспанда и отвлечь как раз от своего, от своей вторички, хараса мейна. Но Амбал пришел первым, и Лина принимает очень тяжелое решение возвращаться на своих двоих. Телепорта у него, напоминаю, уже нет. И он сейчас очень много рабочих на экспанде натеряет. А значит, нычка пока не приносит своего, собственно говоря, своих плодов. Пока эта нычка только в минус. Банкротит хумана синего. Врубает футменам дефенс. Тут тоже взаимный дефенс уже выучен. Все правильно делают. Фокусит сразу большого элема. И для хараса в битве футмены на футмены Амбал берет панду. Панда отличный герой, который помогает как раз АОЕ демеджем. И, видите, дыханием сдувает жилица лесных троллей. Убивает футменов. И, в общем, здесь ситуация, конечно, для Лины Инверс крайне тяжелая. У Амбала нет экспанда, но он уже нажал свой грейд. А Лина Инверс только сейчас получает хоть какой-то инкам. Потерял практически всю армию. И самое главное, вот нычкой пока достаточно денег не приносит. Панда уже второй левел получила на харасе вражеских рабочих. Бегут три милиционера за футменом. Это плохо. Футмен отвлекает от лесодобычи еще вдобавок ко всему. Резак пришел отбиваться от хараса, поскольку юнитов у Лины не осталось. В общем, по экспириенсу и по технологиям Амбал уходит далеко вперед. И на Тир-2 он может смело закладывать свою нычку, если Лина сейчас ничего не переломит каким-то ответным пушем мэйна. Теряет еще и рюкзака, резака Амбал. Ой, простите, Лина, конечно. Если резак у Амбала, это нам неведомо. Ну и продолжается, продолжается этот харас экспанда, который не защищен вышками. Архимаг улетает на персоналке. Да, уже Тир-2, уже кастеры вовсю выходят. И если, да, к магазину улетает, подхилится. Если тут панду надо быстро закрепить до третьего левела и пытается сделать это Амбал поскорее, диспел пристам качает. То есть у него сейчас будет еще и преимущество по элементалям на поле брани. Плюс будет очень быстро третья панда. И Лина, естественно, не успевает построить такую же технологичную армию. У него нет пристов с диспелом, у него не будет спалбрейкеров. И все, что ему остается, это, конечно, строить вышки. Чем больше, тем лучше. Плюс на дирижабле, возможно, как-то залетать на мейн к Амбалу и отменять, убивать ему экономику, отвлекать всячески. Обратите внимание, что Амбал не закладывает экспант. Он не хочет играть нычка на нычку в макро. Он, видимо, планирует дожимать своего соперника. И, возможно, делает это правильно, поскольку первоначальный Харас удался на 100%. Проблемы с лесом у... Вот хороший вопрос, да, с чьей мы стороны смотрим, но, по-моему, это у Лины проблемы с лесом. Мы их смотрим от его лица. Резака убили, и приходит Амбал на жесткий Харас. Лина выкупает всех, кого может, вербует себе в армию всяких бродяг, бомжей, алкашей и бежит отбиваться. Естественно, с передовым отрядом ОМОНа от вражеских супостатов. По вышке фокусит... Ну, пытается перефокусить вышки сейчас Амбал. И, судя по всему, немножко увяз он в базе Лины. Одна башня уже достроилась. Панда еще... Ну, хотя, может быть, уже третья. Вот тут трудно сказать. Но вышка достроилась. Рабы чинят грядящиеся башни. И при помощи наемников и ментов кое-как удается отковыряться сейчас линию от этого, казалось бы, уже смертельного пуша. Панда... Вот вышкой нужно только панду было фокусить давным-давно, потому что два дыхания она явно сделала лишних. Пятого левела Архимаг тем временем. Ну, сейчас посмотрим, чей. Да, пятого... Естественно, Лины, потому что Лина без второго героя играет. И всю экспорт Архимаг выкачивает в Соляру. И продолжает выкачивать, убивая спеллбрейкеров. Еще вышка догрейживается. Архимаг в беде. Он нажимает телепорт. И панда очень-очень много надышала здесь. Убивает еще под конец жреца лесных троллей. Короче говоря, экспант, конечно, не пробрили. Но героев прокачали на вражеских рабочих. Однако потеряли всю армию. При отсутствии экспанда Амбал, в общем, наверное, этот поход осуществил себе в минус. Поскольку теперь пропушить он уже не сможет. Я слышу, как там мерзко забрюзжал подрывни, нет, дирижабль. Да, дирижабль. Ну и сейчас Лина будет развлекать. Ответ на Амбал. А теперь можно смело запускать грейд на Тир-2, поскольку армии для подпуша у него не остается. Я имею в виду Амбала. Ну, а Амбалу точно следует сейчас задумываться об экспанде. Ответ нам. И играть макро на макро. Иначе, ну, собственно говоря, панда почти четвертого левела. Пятый архимаг. Пятого архимага получил и Амбал. То есть сейчас будут большие, жирные, страшные лемы. Ну да, и экспант бежит закладываться. Бежит экспант в виде четырех таджиков, которые будут орудовать кирками. Ну, а Амбал теперь, в свою очередь, естественно, будет развлекать... Ой, нет, Лина, конечно, будет развлекать Амбала. Третьи лемы, они даже вышками особо не контрятся. То есть вышек нужно минимум три, а то и четыре магических, чтобы быстро законтрить элементалей. Двух явно не хватает. И выгнал всех рабов с голды у Амбала Лина. Зашел внутрь базы. И готов принимать здесь бой. Спаллбрейкеры не держат удар от футменов и от элемов. И непонятно, как выгонять теперь оттуда Лину. Но только панда может дышать бесконечно. Панда куда-то улетает. Нет, он прилетает внутрь. У него глухая застройка. Вот в чем проблема. Он зайти не может нормально. Только юнитами. Панда дышит. Ну, панда третья, конечно, футменам тяжеловато. Поэтому быстренько собирает всех Лина и улетает Хиллицер. Были бы здесь спаллбрейкеры, я не знаю. Просто можно было бы ГГ писать, поскольку... Ну, хотя, нет. Не писать ГГ, конечно. Герои прилетели бы на дирижабле. Но, тем не менее. Футмены все засейвлены. Но, судя по всему, у Амбала не хватило ресурсов на постановку экспанда. Здесь только сейчас тердва от Лины. И он держит дирижабль над лесом в надежде, что враг уйдет и можно будет снова похарасить. Панда застряла. Там... По-моему, дирижабль элемами расстрелял Лина. И панда реально застряла безнадежно внутри базы. Амбал бежит снова на харас вражеского экспанда. Но здесь уже слишком много вышек. Футмены с дефенсом. И да, но если мы не видим дирижабля, который бы вытащил панду, значит, он его потерял. Подсказывает логика. В общем, экспант не заложился. У Лины работает нычка и с каждой минутой преимущество его в игре упро-ч-и-в-а-е-ца. Панда прилетает на персоналке. У нее откатился кулдаун. И, ну, в общем, стандартные пандовские маневры. В это время Лина высаживает свою армию и снова начинает терроризировать местное население. Но армия-то армия-то битая после дыхания панды. Панда сейчас очень жестко сдувает несколько рабочих. Продолжается казнь экономики на мэне. Напоминаю, что для Амбала это очень ощутимо, поскольку у него банально не хватает ресурсов. У него нет экспанда. Ну, а здесь МКМ идет X2 и, несмотря на харасс героев жесткий, все равно Лина в плюсе. Элема будут очень долго тут мучить всех подряд. С дирижаблем грамотно работает. Правда, много футменов потерял сейчас Лина. Но, тем не менее, совсем скоро у него появятся свои технологии. Герои прокачаны одинаково. Единственное, что может зарешать, это, возможно, пятая панда, которая постепенно набирает экспириенс на рабах. Ну, и здесь тоже отдают футменов и не отстарается. Алина сейвит красных футмена и бамбра и с резаком устраивает террористический акт, просто буквально на мэне у Хумана. Снова идет тык в мэйн и Амбал принимает решение довольно тяжелое заулынить заулынить линия в экспанд. Ну, все, экономической добычи у Амбала нет, но у него есть прокачанные герои. Там панда, которая стремится к пятому и пятый архимаг. При помощи них можно будет соответственно попробовать сбрить экспанд и потом пойти драться на мэйн. Ну, конечно, план довольно сомнительный, поскольку все-таки технологии уже там на мэйне у Лины появились, у него грейд на тир-2 доделался и наверняка уже, конечно, вот они строятся здания для того, чтобы заказывать спеллбрейкеров и престов. нычки нет, тут мы все контролируем. Ну, а амбал все-таки огромной гопшой пропушил экспанд, Лина приняла решение его не дефать и взамен уничтожить мэйн сопернику. Я надеюсь, что там мэйна нет, нам этого не показывают, но иначе зачем возвращаться и отбивать экспанд с двумя героями. Надо убивать мэйн, мэйн амбалу. Так, ну, мы пытаемся это понять. Да, мэйна нет, все верно, все правильно. Здесь персоналочка панда дыхнет, может дыхнуть в дирижабль, но у панды, кстати, обратите внимание, 525 маны за очень удачного дропа, у него 2 мантии ученого и еще ну, вот этот девайс, который повышает разум на 6. В итоге, короче, плюс 12 к интеллекту и панда становится крайне умным медведем, умным и умеющим кастовать. Здесь архимаг и 6 левела сейчас архимаг у Лины, архимаг МК, конечно, я хотел сказать, и это будет бесконечные разводы, мэйн вряд ли пробреет, ну, напоминаю, у амбала все, больше ничего нет, инкама нет, у Лины идет, вот да, мы смотрим, конечно же, от лица Лины, поскольку мы видим добычу золота довольно неплохую, и сейчас у него есть возможность армию свою построить и спокойно дать бой ошметкам цивилизации вражеского Хумана ситуация у амбала крайне печальная, я бы даже сказал практически катастрофическая, плюс шестой архимаг очень сильно доставляет неудобства, здесь что, неужели на последний будет закладываться эксп, пришли рабочие, ну, давайте посмотрим, возможно, так, панда дышит, кстати, дирижабли бы не уронить над лесом, продолжается террористическая атака, уже нет мэйна, но здание-то взрывать никто не запрещает врагу, работа по престам, посмотрите, что делать с престами третьи элемы, буквально не живут, МК кидает молоток, ну, и здесь массовый телепорт очередной, в общем, печально, все печально у несчастного амбала, и здесь он выглядит не как амбал, а как наоборот дворовый тюфячок, дрищ, которого избивают руками и ногами, раскуриваю я свой чубук, потому что самые интересные события у нас впереди, все только начинается, как видно, невооруженным взглядом, есть определенный люфт по голдовому запасу, да, и здесь, да, амбал, короче говоря, на последние гроши наковырял как-то денег, самое главное, откуда-то наковырял леса, на постановку экспанда, и он пытается сейчас снова хотя бы в каменный век перейти для того, чтобы строить хоть какие-то юниты, получать какой-то экономический, ну не хоть какие-то юниты, он конечно самое главное для экономического инкамы все это делает, плюс он попытается со временем выйти в технологии снова, но отброшен он довольно значительно назад, панда, там 5-6 престов, у 6 престов, 7 престов, что-то по-моему Лина перестарался, там панда пятая, и она сдует сейчас всех этих престов к чертям собачьим, правда, вражеские престы от болта и лемов умирают быстрее, но работают, работают по престам, панда еще дышит, в общем, не нужны здесь престы в таком количестве, они только экспириенс дают, и судя по всему сейчас архимаг получит левел апчик, если уже не получил, панда дышит, но дышать в лемов и спалбрейкеров это пожалуйста, это сколько угодно, это пробуйте, сколько вашей душе потребуется, в общем, с престами счет Лина совсем перестарался, панда дышит уже в никуда, вот теперь дыхание панды становится абсолютно непродуктивными, ну а здесь Mountain King, да, здесь показывают, что у Амбала нет золота, у него соплай блок, он вообще не может никого построить, и соответственно, у него четыре последних пизанта, если этих пизантов бы сейчас убил Лина, то игра бы закончилась, все, у Амбала, Амбалу неоткуда было бы просто брать ресурсы, но Лина об этом не знал, он не знал о соплай блоке Амбаловском, хотя можно было бы догадаться, просто даже и без соплай блока здесь все логично, если ты убиваешь всех оставшихся рабочих, то у Амбала просто нет ратуши, из которой можно было бы заказать новых, а ратушу не построишь, поскольку нет рабочих, замкнутый круг, но Лина не прочитала эту ситуацию, не хватило ему игрового опыта понять, что нужно перебить рабочих просто нахрапом в степе степ степавшись, в общем, телепортировавшись архимагом и элемами, ну и на этом игру закончить, тем временем, ой, там панда становится 6 левела, печаль, беда, и вот эта проблема, драться в чистом поле, конечно, Лина все еще не может, ему не нужно было сражаться здесь, ему нужно было просто убить экономику Амбалу и дальше хохотать у себя на базе строя 100 лимита, спеллбрейкеров, безусловно, не нужны, здесь предстоит, тут максимум нужно, чтобы отдиспелить такое количество элемов, нужно действительно 7 престов, но все эти 7 престов абсолютно без, безальтернативно погибнут от панды и от элемов, то есть, ну, не нужны, здесь нужны спеллбрейкеры, имху просто сражаться на спеллбрейкерах, нейтрализовать таким образом дыхание панды и не давать ей лишнего экспириенса, хотя, как говорится, поздно пить Боржоми, когда печень уже разложилась, поскольку панда 6 левела и дальнейший экспириенс, в общем-то, ей не особо нужен, все, что нужно было, Мишка себе вкачал, но продолжает плодить престов, просто развел какой-то лазарет у себя на базе, Лина не читает ситуацию и продолжает кормить панду, вот здесь уже достроился экспанд, на харассе спеллбрейкеры, нужно их уводить, не нужно их отдавать, свиток читает, выхиливает всех рабочих, и спеллбрейкеры должны бежать, да, конечно, три элема, ну, спеллбрейкеры просто не держат удар, от трех элемов, от архимага, ну, хотя бы панда не сдувает, понимаете, уже хорошо, престы его держат еще хуже, да, еще и дыханием панды на них работает, да, ну, харасс продолжается, нет, шестая панда, это проблема, потому что, видите, даже архимагу очень плохо, вот этих дыханий, плюс, ну, единственный, наверное, шанс какой-то у Амбала, ой, у Лины, это не сражаться сейчас, а каким-то образом харасить архимагом, и крепиться, не нужно вот эти столкновения с армией, Амбала ему ни к чему, ему нужно харасить рабочих при помощи архимага и элемов, а МК на оставшихся точках, они еще есть на карте, как вы видите, крепить, что есть мочи, хотя бы до третьего левела, и копить армию, поскольку отброшен сейчас в, вот панда, шестой левел, он может подкрутить вражеского архимага, и может его просто убить, архимаг пускается на утек, но сейчас такая судьба, я думаю, постигнет Маутен Кинга, который, да, терпит, очень жестко терпит, и, в общем, потерял нить игры Лина Инверс, делает он совсем не то, что нужно, харас, конечно, прекрасен, но не ценой жизни героя, герой должен вот здесь, как раз качаться, ну и панда тут раздает с полбрейкером, короче говоря, да, на героях это можно вытащить, даже без армии особо, единственный шанс, это попробовать заобузить какими-нибудь танками, то есть, не сражаться вообще, либо построить 100 лимита с полбрейкеров, пользуясь тем, что у Амбала пока нет возможности их продуцировать, ввиду отсутствия Тир-2, хотя я вот в этом не уверен, я не знаю, можно ли заказывать с полбрейкеров, если у тебя уже был Тир-2, есть Арканки, есть магазин, ответьте, пожалуйста, в чате, я здесь не специалист, хотя вполне может быть, так, попытка тыкнуть в панду, окружите ее, но тут панда, тут присты окружают, а панда шестая, хотя, да, персоналочка же у нее, конечно, был бы МК, так, ну панда куда-то персоналится, не туда, ой-ой-ой, что ж ты делаешь, что куда-то улетела, но тут, тут есть что, а есть ли Тир-2, Хилкин, там инвул, магазин, все есть, панда может убежать, правда, у нее ничего нет, он успел что-то продать, но ничего не успел купить, это он, конечно, молодец, еще один экспант, Лина пытается играть в макро, может быть, планирует, вот действительно, поразводить с танками, но свою победу, он уже несколько раз упустил, сначала не убив рабочих, а потом, мы помним, неправильно приняв решение с Харасом, и со сражениями, нужно было просто крепить МК, и Харасить одиноким архимагом, с Элемами, пользуясь там, массовым телепортом, самому же в это время, либо штамповать 90 лимита, либо выходить в технологии, пользуясь экспантом, ну, что, снова минус, да, нету никакого, естественно, Тир 2, здесь, у Амбала, еще долго не будет, рабочие терпят, увидел он еще одну нычку, но эту натуру, разменивать, это не очень выгодно, правда, скоро закончится, скорее всего, Голдмайн, основной, если уже не закончился, да, там, по-моему, нет Голдмайна, уже, у Лины, на натурале, соответственно, экспант остается только, да, сюда, естественно, не хочет он отдавать, так экспант, можно было бы просто прийти, взорвать, взорвать, ратушу, Амбалу, при помощи подрывника, но снова, Лина принимает сражение, зачем, то есть, принимает решение, зачем-то сражаться, с 6 пандой, куда ты лезешь, маленький, Архимаг срочно, нажимает, а вот, да, ТП, обычный ТП, потому что, массовый мог не сработать, панда может подкручивать, в воздух героя, в ультимейте, взорви этот экспант, просто взорви его, и все, но, тут, вопрос, так, инкам, а у Лины нет, я вижу, или есть, 307, какой-то странный инкам, это он получает голду за крипов, нет, инкам у Лины нет, и суть, да, здесь рабочих нет, соответственно, ну, рудник есть, я хочу посмотреть на Мэне, обрушился рудник, и да, там уже, конечно, давно обрушился, вопросов нет, ну, соответственно, не все так плохо у Амбала, получается, поскольку, у Лины, тоже нет инкам, и сейчас, и осталось последнее добывающее здание, на котором тоже нет рабочих, в общем, Лина теряет свое преимущество, не нужно было ему эту нычку вторую закладывать, ему надо было просто восстановить добычу на экспанде, нормально защититься вышками, и разводить дальше, зачем уходить в макро, когда у тебя не защищены, плюс Архимаги, не защищены твои базы, плюс Архимаги с этими полетами бесконечными, 6 левела, и, в общем, да, теряет, и делает ТП, и, в общем, большие проблемы уже у Лины, поскольку, он не успевает уничтожить, Ратушу, Амбалу, и, Дирижабль, боже, если бы он сейчас потерял всю армию, то, вот, можно было бы уже выходить, из игры, ну, и теперь, ситуация разворачивается ровно наоборот, у Амбала есть мейн, у Амбала есть, возможность заказывать рабочих, и у него будет добыча, а у Лины, у Лины, мейнов больше нет, там, в левом углу закладывает Лина еще один, еще один экспант, и Амбал этого не видит, судя по всему, там, я видел на Fog of War, и, по-моему, не заметил, а нет, стоп, так, это Амбаловский рабочий, с разведки прибежал, нет, стоп, это ничего не закладывает, ничего не закладывает, никакого экспанда Лина, у него нет для этого голды, просто, это старая информация, старая точка белая, да, рабочий посмотрел, экспанда нет, довольно побежал назад, ну, и Амбал начинает уже давить на, мейн, который, в общем-то, ох, какая жесткая панда, с этими дыханиями, она сдует эти вышки, со следующего, по-моему, к сожалению, для Лины, и Лина идет в размен баз, боевой силы у него гораздо меньше, чем у Амбала, с одной стороны, с другой стороны, и зданий, у Амбала, так, а там умер еще и мейн, то есть идет, нет, нет, не умер, живой, или старая информация, короче, эти точки, старые на карте, вот непонятно, есть сейчас, стоит ратуша, у Амбала, и Лина ее все-таки пробрил, короче говоря, идет размен баз, в котором, у Амбала, армия, обладает большим ДПС, но при этом здание, ему нужно спилить гораздо больше, чем, Лине, и теперь нужны стелс-фермы, вот она ферма от Амбала, по стелсу, ее разведывает, кстати говоря, дирижабль, он все это видит, ну и вообще, в принципе, как только теряют мейн, и сейчас открываются здания друг к другу, и теперь все видно обоим игрокам, остается последние две фермы, и тут третья достраивается, и казарма, в общем, идет взаимный, ох, минус дирижабль, идет взаим, вот нужно этого рабочего обязательно уничтожить, чтобы он ничего там уже не построил ненароком, это важный момент, да, в это время убиваем мейн, здесь убиваем, ага, и вот меня интересует очень, там идет разведка от Лины, есть ли ратуша на экспанде у Амбала, это ключевой вопрос современности сейчас, но там какая-то белая точка, тусит, возможно, это футмен, который лупцует ратушу, потихонечку, ну, Амбал решил, что он быстрее успеет разрушить здание, у него все-таки третья панда, так, противнику откроется, Амбал, вот только сейчас, скажись, так это то, что видит Лина, да, там ферма еще в центре у Амбала, да, вот кажется, только сейчас Амбал потерял ратушу, в общем, они друг друга видят прекрасно, жусть какая-то происходит, конечно, магазин еще надо убивать, ну, напоминаю, что красному хумуну надо работать еще над экспэншеном, и панда, судя по всему, уже отдышала все свои алкогольные пары, у нее уже закончилась похмелье, она хотела бы дунуть еще бутылочку виски, чтобы снова подышать как следует на здании, денег ни у кого нет, бейстрейд идет очень жестко, видимо, не осталось больше ничего, там идет к центральной ферме сейчас, к центральной ферме движется войска Лины, минус прист, там под шумок, а, это был, персоналочка была, персональный масса, не персональный, а масса ВТП на юнита, минус прист, ферма, кажется, есть еще у Лины на лагере наемников, а что у Амбала, у Амбала, по-моему, ферма в центре, больше ничего не видел, ну, и там вот эта точка бегает на разведке от Лины, что там, что там, кто там, что он видит, что там осталось на экспанде, ну, туда упорно аспирант не хочет тыкать мышкой, а это важный момент, так, приста отдаем, прист, так себе домашняя сила, панда разлетается на три части, минус еще один прист и бежит в другую сторону, и вот сейчас, да, получается, остаются последние фермы, увидел ферму Амбала сейчас Лина, и ферму Лины видит Амбал последнюю на, точнее, да, последнюю на этом самом, на лагере наемников, и принимает решение, Амбал не отбивает там свою ферму, да, потому что может ее и затыкать, успеть Лина, а поскольку панда разложилась, у него явно больше ДПС, попробовать убить ферму врага, размен последними фермами идет, и кто же первым убьет, кто первым, внимание, первым убивает ферму Амбал, и должен он выиграть эту игру, но Лина, именно Лина оказывается победителем по версии искусственного интеллекта, почему это произошло, у меня только одна версия, ну, либо это какой-то баг, если это были последние здания, либо, все-таки, какое-то еще здание, нет, но если бы какое-то еще здание стояло у Лины стелсовое, то Амбал бы это здание увидел, поскольку ему вся база соперника открыта, то есть это, судя по всему, реально был размен последними зданиями, и в этом размене победу одержал Амбал, он первый убил ферму Лины, но искусственный интеллект присудил победу Лине. Сколько и кому именно из Близзардов задонатил Лина, параллельно уничтожая ферму Амбала в этой игре, остается для нас загадкой, раскрыть которую может только фонд Алексея Навального, ну а нам остается только поблагодарить игроков за неплохое шоу, это была довольно активная игра с массовым разменом, в которой у Лины были все инструменты, все нити в руках для того, чтобы одержать уверенную победу, но он неправильно воспользовался большим преимуществом в середине игры, в результате чего довел ситуацию до крайности, но и собственно должен был проиграть по факту, тем не менее, искусственный разум его пожалел и почему-то присудил победу. В общем, объективность иногда покидает даже, даже движок Варкрафта, а вы хотите, чтобы мы нашли объективность в этом бренном мире, в поступках людей. Спасибо большое всем за просмотр, надеюсь вам понравится, с вами был Баннивур и увидимся в следующем выпуске Best Replace. Да, вступайте в группу в нашу ВКонтакте, там есть зал славы, куда попадают абсолютно все, кто хотя бы раз поддерживал рубрику материально. Ну а самые щедрые топ-5 этого зала славы, они прямо сейчас на вашем экране. Ну и подписывайтесь на мой канал на YouTube, я напомню, там играют в хорошие игры и говорят правду. Это был Баннивур, до новых встреч, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова